На бытовом уровне нам кажется, что пожарные, милиции и скорая помощь были в СИК. Так ли это на самом деле? Вот я вам должен сказать, что известен факт, когда исторически зародилась скорая медицинская помощь в мире. Вот, честно говоря, меня поражает, что с 3000 лет до нашей эры медики уже были, так сказать, математические знания, архитектура, устройства бытовые с химиохранилищами, авторами и так далее. А с точки зрения медицинской, вот если посмотреть, реальная медицина, вот реальная медицина, это, по сути дела, вторая половина 19-го и 20-го, когда пришли открытия асептики, антисептики, первые оперативные вмешательства, понимания. Ну, я понимаю, что мы будем 400 лет относить там на понимание устройств сердечно-сосудистой системы, анатомии, но вот реальная медицина. А сколько же у нас скорая помощь? Вот, известен факт, что в 1881 году, через 5 дней, будет 134 года, с того момента, когда в наиболее развитой столице Вина, на тот момент, да, а это была Асно-Венгерская имберия, в Вене, сгорел театр оперативных. И это было сродни нашей хромой лошади. Только вот, если посмотреть разницу в том, что было в хромой лошади и 130 лет до этого, то мы увидим, что огромный путь прошла медицина. Но, мы об этом поговорим, но просто я хочу сказать, что и сейчас весь мир чтит это место. Почему? Потому что около 300 человек было на тротуарах, и некому было оказывать помощь. Вот они выскочили, и что? И что? И я должен сказать, что если бы тогда была скорая помощь в том виде, каком она организовалась, допустим, может бы что изменились. Потому что на следующий день, генский врач Яргин Гудник пошел к местному лиценарту Гансу Винчику и сказал, «Слушайте, ну вот, надо что-то делать, давайте мы хотя бы сделаем дежурство одному врачу в городе. Ведь у нас, когда карета сумеет кого-то, некому оказать помощь». И вот этот стражащий, если родственники знают, может часами лежать, стонать, а его не отвезти некому и оказать помощь им. И они это сделали. И я вам хочу сказать, что в том же году была попытка создания скорой медицинской помощи в России. Но, было обращение на графа Клинкендорф, но оно осталось без реакции. И, как и все в медицине, чаще всего движется кровь. Вот это происходило до 1896 года. Пока во время коронации Николая II на Хатынке не задавили две тысячи лет. И сразу, так сказать, в течение нескольких месяцев открыли станции скорой медицинской помощи, по пять подстанций на противопожарных постах, по пять карет в Москве и Петербурге, на средства Красного Креста, который в этот момент как раз и назывался. Поэтому, вот если говорить о системе скорой медицинской помощи, то факт ее основания, он общеизвестен. Я вам хочу сказать, что в Вене, вот этот театр, который был установлен, вот это здание, где вы видите бюст Яровермунгин, это здание первой станции скорой медицинской помощи, в том здании, где было организовано вот это дежурство. За спиной этого здания памятник Гансу Венчику. Рядышком переход, вы видите, из здания, правее здания стоит старое здание, из него переход в новое помещение, вот вы видите внизу Ганса Венчика, да? И в этом здании огромная станция скорой медицинской помощи до сих пор очень удобно расположена просто в центре Вене. Вот это было начало, но я вам могу сказать, что так устроена экстренная помощь, что сам по себе этап транспортировки, хоть он архимаж, но он еще не определяет всю помощь. За ним должна была выстроиться целая эшелонированная огромная система, которая способна в зажатой временем рамке, часто определяемой как золотой части, оказать объем помощь и доставить его туда, где адекватные объемы помощи может быть оказаны. Я вам хочу сказать, что в течение вот с 1981 года по 1900 год практически все столицы Европы организовывали помощь. Больше всего я скажу, что за 4 года до Москвы и Петербурга Скорая помощь была организована в Варшаве. Потому что Варшава, как бы они входили в состав Российской империи, но были западные. И они быстрее услышали. Мы часто привыкли, что окном в Европу является Петербург, но в определенном времени это еще была Варшава и Хельска. Ну вот, а что оказалось? Что у нас оказалась скорая помощь, но оказалось некуда везти. Потому что больниц скорой помощи, по сути дела, больницы для бедных не дежурили ночью, а больницы богатых часто дешевле клиники с улицы не принимали. И вот, как бы мы не относились к советской власти, задачу решила советская власть. В Москве в Петербурге в 1918 году были организованы две больницы скорой генетинской помощи. Куда стали везти круглосы? В Москве это было сделано на базе странно-приимного дома имени графа Шерементьева на Сухаревской площади, на Садовом кольце, где сейчас расположен институт скорой помощи и мистерпособств. А в Петербурге была экспоприирована частная лечебница Кальмеера на Большом проспекте Домска. Вот здесь, в пяти минутах Петербурге, от той аудитории, где мы с вами сидим. И, значит, эту частную лечебницу Кальмеера переделали, она была на 24 кг. Ну, была с ароматерапией, изимусом, вот, лечебницей. А сделали больницу скорой помощи на 200 кг. Но в городе появилось место, куда можно было привести больного с экстренным заболеванием, и ему будут оказаны помощь. Чего до этого в стране не было. Дальше, и, кстати, в начале заведующего отделения в хирургическом, а потом главным врачом этой больницы, и, естественно, стал один из основателей системы скорой медицинской помощи в нашей стране, профессор нашего университета, Дмитрий Николаевич, который работал на кафедре уходирования. И в этот момент, так сказать, возглавляя к нам хирургическое отделение, в 25-м году стал главным врачом, а в 32-м на базе этой больницы сделал научно-практический институт скорой помощи. А в 23-м в Москве, на базе вот этого странно-приимного дома Град-Череменева, который преображался в больницу скорой помощи, там точно такой же был сделан научно-практический институт скорой помощи имени Скрифосовского. Хотя нужно сказать, что Скрифосовский там не работал никогда, но просто времена такие были, романтические. Им нужно было громкое имя. Вот оно действительно стало. И Николай Васильевич Скрифосовского, наверное, больше всего прославил именно этот институт. Хотя он там никогда не работал. А был директором императорского клинического института впоследствии не ДУ, а впоследствии Медицинской академии после дипломного образования, которая сейчас объединившись с Академией ВИЧИ, называется Северо-Западный Государственный Медицинский университет имени Ильи Ивановича Ильича. Вот, а дальше система, вот с чего начинается система скорой помощи? Она то, чему мы можем оказать. Понимаете, если, ну скажем, ситуация развивается волнееносно, то какой смысл, допустим, развивать скорую помощь, если в 100% погибает до приезда врачей? То есть, ну, проблемы, допустим, падающих самолетов мы не решили. Проблемы построения травмоцентра, да? Значит, а реально что можно было делать? Тогда, когда и это острые хирургические заболевания, острые хирургические заболевания. Вот с них все начиналось. По сути дела, в этих больницах было всегда отделение хирургии, где были острые хирургические заболевания, отделение терапевтическое, где было только два заболевания. в рукозном гневониве, инфаркт, инсульт еще почти 50 лет, езжуя на две-три дни госпитализироваться. И вот я вам показываю снимок, как в этой аудитории происходило. Когда в 1934 году Всероссийская конференция, ну вот приблизительно такая же, приняла протокол лечения острова Петельсии. Когда было сказано, а до этого, вот представьте себе, с 1984 года по 1934 год, 50 лет, в 1984 году Кренер Апправляев выполнил первую эпидемиологию и доказал, что не кефлит, а аппендицит является причиной этих острых заболеваний, а до этого все считали, что только воспаление всей слепой кишки и донники правой воздушной области это болезнь слепой кишки. А Апправляев оказалось, что это аппендицит. Но пришло 50 лет, пока врачебное сообщество договорилось, что острый аппендицит требует срочной операции, операция должна быть выполнена в 2 часа, этот больной должен быть госпитализирован в хирургическое отделение дежурное, что для этого должны быть организованы дежурные хирургические отделения, и появилась первая круглосуточная диагностичная технология. Вот кто думает, кто знает, какая неосмотра врача. Это лейкоцитоз. Просто нам было отличить от медицин, от конечной колики. А это при помощи камеры Горяева и подсчета от формулы и количества лейкоцитов. И таким образом первая диагностическая круглосуточная технология в медицинских учреждениях стала лабораторной диагностикой. Именно клиническая гематология. Через 4 года, в 1938 году и тоже у нас же в университете, проходит вторая всероссийская конференция, которая определяет тактику при лечении острой кишечной непроходимости. Появляется вторая круглосуточная диагностическая технология. Как вы думаете, какая? Бенген. Ну, конечно. Бенген. Почему? Потому что надо видеть уровни жидкости и чашек лобера. И тогда ставится диагноз. И вот, честно сказать, наша Россия, в новинках камеры, вот у нее голова в 21-м, а отдельными частями уже в 22-м веке, если взять отдельные направления технологии, да? А хвост еще где-то, ну я думаю, мягко скажем, в середине 20-м. И с точки зрения технологии диагноз это точно так. Если мы возьмем наш университет, что у нас есть? Какие возможности есть поставить диагноз кружосудочным? Все. А если вы отъедете 100 километров центральной параллельной больнице, то вы увидите, что там будет. Ренген и лаборатория. Как с 1938 года. И врач. Поэтому, конечно, это было, как сказать, время, когда, ну я бы сказал так, что я бы его назвал время трансляционной медицины. Вот первые годы советской власти, ну и значительно, и практически весь период советской власти, были сформированы научно-исследовательские институты, центры, задача у которых была написание методических рекомендаций, пособий, инструктивных писем. Это, ну как бы, и, понятное дело, и фундаментальные преплатные исследования, но это научно-методическое сопровождение практического здравоохранения являлось главнейшей задачей научных центров. То, что сейчас весь мир называет трансляционной медициной. И если так уж говорить, то, наверное, первым, первым объектом, предназначенным для трансляционных исследований, был императорский институт экспериментальной медицины, который принц Вильгурский в Питере организовал для трансляционных исследований по инфекционной болезни. Когда нужно было быстро исследовать причины возникновения инфекционных заболеваний, быстро научиться их лечить. И это надо было передать в практическое здравоохранение. Ну вот, скорая медицинская помощь развивалась, я вам сказал, в начале появились острые хирургические заболевания, их 7 конкретных форм. Острый Питер Цзы, острый Калецистит, острый Панкреатит, перфоративная язва, желудочно-кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость. И у чемпионов 7 форм. Вот. Но потом вдруг оказалось, что есть и неотложная герметология, и неотложная кардиология, и ожоги, и токсикология. И вот эти все центры стали развиваться. В том числе подошли и к самым тяжелым формам. Тяжелым формам я бы сказал не потому, что они всегда тяжелые и заканчиваются смертью, но потому, что скорость оказания помощи там действительно должна укладываться в час. Я имею в виду, основное начало помощи должно укладываться в час. И тогда появилось правило золотого часа. Вот к таким формам относятся, прежде всего, сосудистые заболевания. Это острый инфаркт, острый инцидент и сочетанная травма. То есть тогда, когда либо значительная, либо, то есть, зона ишемии захватывает острая сосудистая катастрофа, захватывает жизненно важный орган, какой является сердце и головной мозг, либо вообще является системой. То есть, конечно, чем сочетанная травма, почему они говорили? Почему о сочетанной травме мы говорим как о таком объекте, до которого надо было дожить, прежде чем мы смогли оказывать помощь при этом виде травмы? А потому что сочетанная травма отличается от изолированной тем, что происходит срыв перфузики. Вот изолированная травма, по сути дела, ну что, ну может вызвать нарушение перфузии? Может. Но, как правило, изолированная травма вызвает синкопальное состояние. Это коротовременная ишемизация головного мозга, которая не имеет метаболических последствий. На пострую боль возникает, так сказать, острая сосудистая реакция, которая вызовет потерю сознания. Но, если мы больного ложим или посадим, наклоним голову, подождем минуту, он придет в себя и не будет иметь метаболических последствий. А чем это отличается от сочетанной травмы? Потому что там возникает травматический шок. А шок отличается от халявства, от коротковременного, так сказать, нарушения правосновления тем, что там обязательно будут метаболические последствия. Причем эти метаболические последствия нередко реперфузионные бывают тяжелейческие, чем ишемические. То есть в момент ишемии возникают изменения, гораздо более выраженные, чем в момент ишемии. Почему это так? Почему это так? Ведь мы об этом заговорили, об ишемии мы говорили весь двадцатый лет. Об ишемии реперфузии заговорили последние десятилетия. Ну, может быть, лет пятнадцать. Да, потому что все эти тонкие механизмы, они стали понятны, что утилизация кислорода есть механизм, который важнейший, важнейший в организме и, скажем, скорость окисления продуктов в организме, если она, так сказать, превышает необходимость, она вызывает тяжелейшие последствия. Это точно так же, как у нас в быту, если скорость горения превышает последствия, в смысле возможности его использовать, то возникает, извините, либо взрыв, либо пожар. вот, по сути дела, человечество, когда опускал огонь и смогло его переведить в полезное тепло, по сути дела, сделало огромный шаг вперед для того, чтобы начало развиваться все остальное. все остальное, вот точно так же, но только человечество не понимало, что задолго, там, я не знаю, сколько миллионов лет, да, всевышний или эволюция, как хотите, это было заложено уже в организме живого существа, когда энергия научились не просто обуздать, не гореть, не взрываться, а превращать пластические продукты, которые абсолютно необходимы нашему организму. И эта система цитохромоксидарного механизма утилизации кислорода, важнейший механизм, но их очень чувствительный. И в момент гипоксии, пепель, особенно там, где есть бурный метаболизм, это там, где делятся, там, где большая физическая нагрузка, страдает этот механизм. И если мы выключили доступ к кислороду, да, это все нарушилось, а после этого пустили туда кислород, то это страшнейший яд, страшнейший яд, который может разрушать там, клеточные мембраны, мембраны арганелл, разрушить ее оболочные засолки, выйдут протеолитические ферменты, начнется алгорис, приведет к неброзу, нарушится наружная клеточная мембрана, все это выплеснется в межуточное вещество и прокомяное русло, и вызовет тяжелейшую интоксикацию. Вот этот механизм, понимаете, он простейший, а представьте себе этот механизм в системном организме. Тогда, когда это не пальчик, вот почему к этому надо было прийти, это надо было понимать и после этого построить систему, которая успевает, понимая вот весь этот механизм, как бы исправить ситуацию так, чтобы дальше не развивалась в фатальной ситуации. Ну, не важно. А для этих ситуаций оказалось, когда я стал говорить о том, что скорой помощи начали присоединяться терапия, токсикология и так далее, и так далее, а самое главное стали появляться тяжелые, дорогущие технологии диагностики, имеется в виду УЗИ, имеется в виду КТ, имеется в виду МРТ, ангиография, всем стало понятно, что эти стоящие миллионы долларов технологии, их нельзя ставить в маленький павильон, потому что они стоят там, как бы, и 90% времени бросают. Значит, что нужно сделать? По сути дела, их сделать вот этот диагностический комплекс ядром, а к нему присоединять все виды, как бы, профилей оказания помощи. И тогда эта ромашка работает, как крестик. А если вот, знаете, как лодочки, но в каждой из которых заложено огромное количество средств, то используют невидимые. Поэтому, вот я вам показываю, что для России это было строительство многопрофильных цен. Просто мне это здание родное, поэтому я его, так сказать, люблю показывать, и, между прочим, Эрнест Вячеславович Татартович на него получил лень скупельных, и за группу тех зданий, когда он стал строить в, как сейчас называется, монолитно-мидонной конструкции. Да? Ну, вот это институтской помощи современный, который переехал с Большого стола в Кумчино, да, когда там началось строительство, и это тогда был, ну, как-то край географии, говоря бытовых языков, так сказать, где на краю города построили такой комплекс, который позволил себе собрать туда на тысячу, двое все профили, и там появился ожоговый центр, и токсикологический центр, и кардиология, и неотложная хирургия, и все остальные профили, которые необходимы. А значит, и круглосуточно все специалисты. Таким образом, а острая ситуация, когда везет скорая пухла, приблизительно в пятнадцати процентных случаях, кардинально меняет диагноз. Вот диагноз врача при физикальном исследовании, ему кажется, что это острое отравление, а он привезет в госпиталь, и это оказывается тяжелая черепно-мозговая травма. Или ему кажется, что это перфоративная язва, а оказывается, что это обдинальная форма инфаркта миокарда. Понимаете, и на многоспитальном этапе, при физикальном обследовании, это практически невозможно сказать. Значит, что? Значит, скорую помощь нужно собирать в узлы. И вот, где-то в начале двухтысячных годов, такая ситуация стала осуществляться в Петербурге. В начале было тридцать с чем-то учреждений, которые оказывали экстремную помощь. Вокруг, когда стали анализировать, оказалось, что 70% из нее это восемь тысяч коечных стационаров. И если вокруг них образовать велико-географические зоны, то принципы, по всем основным профилям, мы можем сводить больных сюда, и здесь будут работать все технологии, и будут все специалисты, и этот уровень оказания помощи гораздо будет выше. Но, если говорить о некоторых видах помощи, и прежде всего я останавливался на сочетанной травме, то, конечно же, так сказать, даже восемь стационаров много. А если мы будем говорить об ожогах или об отравлениях, и пять стационаров много, то есть некоторые виды помощи, допустим, экстренная спинальная, при спинальной травме экстренная нейрохирургическая помощь. Не восемь, не пять, а только двадцать травмурных. Это на севере больница Елизаветинская совместно со второй больницей. Первая суть Елизаветинская, последующая вторая больница. Очень неудобная схема, потому что при осложненной спинальной травме помощь должна быть оказана радикально в сорок восемь часов, а получается, что во второй больнице есть квоты и специалисты. А вся аккорбентная диагностика круглосуточная в Елизаветинске. И только на юге города институт Жадовицы имеет и то, и другое. И нейрохирургов, и квоты, и, так сказать, круглосуточную диагностику. Таким образом, скорая помощь знает, что если это спинальная травма, вести только в два центра города. Если это ожоговая травма, вести только в два центра города. Если это общая хирургическая патология, вести в восемь центра города. Если это сочетованная травма, в пять центра города. Понимаете, это, ну, с одной стороны, казалось бы, ну, вот это очевидно, правда же? Но очевидные вещи годами выстраиваются, и для того, чтобы изменить из одного состояния в другое, то должны быть приложены гигантские усилия конкретных людей, которые убавают всех, что как будет лучше. Ну, вот я вам сказал, да, что вот сочетанные травмы, казалось бы, шахагенные травмы всего 5-7%, ну, нет, около 8%. Из всей травмы, но травмы, мы знаем, в стране третья причина смертности. Третья причина смертности, травма и отравления. После сердечно-студистых заболеваний и онкологии. Третья причина травмы и отравления, причем у трудоспособного возраста это первая же причина, а у лиц до 35 лет основная. Но если там только 5-7% сочетанной травмы, ну, согласитесь, что вся смертность, вся летальность в ней не умирают от перелома луча в личном месте, от перелома лодыжки, от перелома костей боли, от перелома нижней челюсти. А что умирают? От сочетанной травмы. То есть, вот эта сочетанная травма, она насколько особенная, что ее нужно вынуть из общего потока и организовать в золотой час такую помощь, которая позволит восстановить системную перкузию, это главное. А после этого, набором специалистов, которые соответствуют видам патологии, оказать помощь для того, чтобы устранить парфологические нарушения и поддержать медальный путь. Ну, вот что такое сочетанная травма. Понятно, что это не палец-тощеринка, это тогда, когда произойдет целый перфузик. Вот такая травма, она неизбежно вызывает травматический шок. И если в золотой час не будет восстановлена системная перфузия, это в легких случаях приведет к тяжелым осложнениям, а в тяжелых случаях приведет. Поэтому, вы видите, вот частота хирургического цепсиса. Почему при острохирургических заболеваниях, казалось бы, да? Она в 10 раз меньше, чем при тяжелой механической травме. Потому что механизм системного нарушения перфузии ведет к тому, что поражаются органы мишени гипоксии. В организме не все ткани одинаково чувствительны гипоксии. Если мы помещение положим рядом, там, медведя в зимней спячке, там, просто собачку и птичку к оливке, и уберем на 10 минут, снизив забержание кислорода, там, до 5%. Медведи не заметят. А к оливке тут же умрет. Вот так и в организме. Я вас уверяю, что ногти и волосы еще 3 дня после смерти. Как говорится, нет перфузии, так 7 лет, мак, нейроген, и голода не будет. Знаете, продолжают расти. А центральная гипоксия – 8 минут. Сердце легкие – ну, до получаса, наверное, так. А вот висцеральные корни и белый росток кровяного кровотворения – это те ткани, которые античувствительны гипоксией. И, по сути дела, системная гипотерфузия, она прежде всего поражает айтекар. И на это настроен и организм. Он, прежде всего, это и защищает. И на… в цикле, вклада физиологии, мы, конечно же, мучаем. Что такое централизация кровообращения? Это жертвы в периферии радицентра. Да? И к этой централизации может быть раз, максимальная голова-сердце. Максимальная, когда выключилась в том числе висцеральная органа. И критерием клинических клеток является какая? Что? Ну, понятно, перфузионное давление, да? А второе – это, конечно, выключилась висцеральная органа, а, конечно, нет юреса. Все. Нет юреса. Потому что почки выключаются, включаются последние. Пока мы не получили у этих больных юрес, мы понимаем, что он продолжает проваливаться. И ощущение, что он с нами разговаривает – это не ощущение улучшения. Вот получили мы, потому что мы понимаем, что в связи с тем, что будет сейчас гриппеда и гипоконфузия, и гипоконфузия с террорами органов, что будет у этого человека. Даже из него его восстановим. Но чаще всего для этих больных, ведь у них две волны летальности. Первая летальность – в первой сумке. И вторая летальность – это через после 14-х, тогда, когда развивается что? Сексис? Урегарный инстанция. Почему он развивается здесь в 10 раз чаще? Потому что, по сути дела, поражается тонкая кишка, и прежде всего ее слизистая, и 2 килограмма бактериальной взвеси начинают расползаться по организму. А на этом фоне есть сочетанная травма. Скопление жили, размножение мышц, гипостатическое состояние легкое. И все это, так сказать, ищут, куда это сядут. И обязательно садятся. Таким образом, на самом деле, если рассматривать тяжелую системную нарушение перфузии, это механизм самозаражения органов. Это может быть кролиогенный шок. Это может быть токсический шок. Это может быть любой другой травматический шок. Но, в принципе, если мы более двух часов, так сказать, плохо кровоснабжали тонкую кишку, то, как правило, вываливается слизистая. И это неизбежно приведет к циркулированию бактериевии. Другое дело, что если это несочетанная травма, то, допустим, кардиогенный шок. Да, тут опасность пневмонии, прежде всего. А если это драматический шок, то, конечно, опасность инфекционных осложнений мультифакалит. Мультифакалит. Вот почему, казалось бы, да, вот патогенетическая сущность сочетанной травмы направлена, в смысле, обосновывает основную направленность помощи. То есть нам надо сократить время гипоперфузии. Для этого что нужно делать? Я вам скажу, что в свое время, в 1957 году, когда после Великой Отечественной войны, когда стали понимать, что это драматический шок, централизация кровопрощения, появились шоковые бригады, противошоковые растворы. И действительно, опыт был огромный. И в гражданском здравоохранении, а тогда гражданское здравоохранение пришли, в институтский послалство и джентльнице решили заниматься сочетанной травмой. А там появился в это время Марк Григорьевич Шрайбер, аромат Кихерл, и Александр Николаевич Бергников, известный хирург военно-полевой хирург. Значит, и когда сказали, мы хотим заниматься тяжелой механической травмой, Александр Николаевич Бергников сказал, что да, но тогда мы должны поезжать туда, на место, и оттуда вести себе больницу. Потому что если вы будете здесь ожидать приемного отделения, пока обычная скорая помощь приедет, пока его положат, пока к вам привезет, то проще будет уже везти на парочку. Поэтому сформировались штурмовые бригады, которые вокруг преобразовались первыми в мире, в Ленинграде, на базе военно-полевой хирургии и института джентльидзе, начали работать планно-шекист. Которые, из них, я могу как минимум половину, выпускники нашего университета. Это Юрий Николаевич Цибин, это и Нина Николаевна Ершова, и Гальцева, и так далее. Вот, которые организовали вот эти штурмовые бригады, и уже, переняв опыт Ленинграда, это же сделал Париж. Таким образом, я хочу сказать, что, не буду внедряться подробностям патогенеза, но вот покажу. Это два часа ишемки, ишемки, да? Ну, есть, да, есть чуть бледность, но если мы посмотрим, через час после восстановления кровотока, вы посмотрите, смывает слизистой, некрозы сплошные. Это реперфузионное поражение, не ишемийское, реперфузионное поражение. Поэтому, вот, идеально, чтобы пострадавший с сочетанной травмой, значит, оказался бы сразу лучше всего, чтобы он ее получил прямо на берегском степени. Тогда можно оказать весь огнем помощь и сразу. Но, к сожалению, этого не бывает. Вернее, к счастью, слава богу. Поэтому, пострадавший с сочетанной травмой, доставляется от травмоцепна. Я вас уверяю, что если его повезти в обычный стационар, где дежурная медсестра за столиком в релом, позвонит, скажет, кто у нас сегодня дежурит? А где Иван Иванович? Слушайте, передайте, что здесь привезли, вот, с битого. Да? Ой, он опять, ну, как освободиться, пусть приходит. Понимаете, что это? Это невозможно. И вот, по сути дела, вот тогда, когда стали заниматься в 57-м году, с отчетанной травмой в дженелинзе, сферпосудство, то пересмысление, и стало понятно, что на отдел чутной операционной, что нарушка румовая бригада, тогда появляется шанс сократить период системной гипокерфузии, гипокерфузии, и уменьшит в разы всю валюту последующих патологических изменений и череду патологических процессов, которые в конечном итоге, если бы этого не сделали, приведет к тяжелому сексу, сепсу, полиармянной инфляции и смерть. Даже когда нам будет казаться, что вначале вы получили успех, и вы его зацепили. А на самом деле, надо в первом периоде сократить все это время. И тогда, но когда это стало государственной политикой? Вот я вам скажу, во всем мире все повторяется. В Соединенных Штатах это стало в начале 80-х годов, когда у них количество погибающих на дорогах превысило 40 тысяч человек. И они стали строить лимитерский патологический консервис систем, которая основана на военной системе, которая сортирует больных или повтордавших на легких и тяжелых, и в общем, по сути дела, формирует эти центры. Центры аранжированы по уровню первого, по-третьего уровня и так далее. Когда у нас это стало? Вот честно говорю, я, так сказать, много лет главный специалист оскорбующих и как раз, так сказать, ответственный за сочетанную травму. Я не знаю, как это попало в доклад президента. Но в 2006 году в, вот сегодня в 12 часов будет послание президента федерального собрали. А в 2006 году, если вы откроете это, было две строки о том, что у нас на дорогах погибает 36 тысяч жителей. Это больше, чем во всех локальных конфликтах, вместе взятых за все постровоенное время. А у нас ежегодно. Это все равно, что каждый день падает самолет и 100 человек погибает. 36 тысяч, 36 тысяч. Каждый день не 100 человек. И тогда было принято решение о том, что создается государственная система оказывается совершенствование оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Даже не было понимания, что сочетанная травма не может решить. Но было бы это правильно. Потому что если мы оценим вклад дорожно-транспортных происшествий во всю сочетанную травму, то это будет процентов 75. А раз так, значит, построенная система легко экстраполируется и окажет помощь при всех других видах травм. Падение с высоты, производственная травма, спортивная травма, бытовая травма, террористическая любая. Так вот, когда начали закладываться система, как же построить эту систему? То была выбрана вот эта модель концентрация из общей травмы из яйца четвертой, поместить специальные травмоцентры и оказывать помощь в соответствии с тяжестью травмы и степенью вырослых травматического шока. Таким образом, были организованы травмоцентры первого, второго и третьего уровня. Первый, это наиболее сильный, в областных центрах, как правило, на базе областных больниц, где на первом этаже у входа должна была быть шоковая операционная или шоковый зал, рядом должен быть компьютер и домограф, со спиной должны быть все специалисты. Вот принцип работы травмоцентра первого, второго уровня. Таким образом, если взять на примере Москва-Петербург дороги, то травмоцент первого уровня в Санкт-Петербурге это юг, это институт Жаделидзе, Москва это институт Скифасовского, а Тверь и Великий Новгород это областные больницы. Значит, между ними делается травмоцентр второго уровня. С какой частотой? До 100 километров. До 100 километров. Так, чтобы можно было бы либо 50 на одну, либо 50 на другую отвезти в травмоцент второго уровня. Там, где будет шоковая операционная, там, где будет хирург, травматолог, реаниматолог и в двух часовой доступности герохирург. И, то есть, идеально, я еще раз повторюсь, было бы, если бы всех привезли травмоцент первого, но нет такой возможности. Происходит это за пределами крупных городов, вдоль федеральных транс. Тяжеленьшие травмы. При этом я вам хочу сказать, что 60% пострадавших, погибающих от ДТП, погибают до приезда, до приезда карьеры скорой помощи. Потому что тяжесть травмы такова, что она несовместима с жизнью. Поэтому медицинская составляющая в спасении этой категории пострадавших, это только вот те 40%, которые доживают до приезда врачей, но часть из них еще погибает в машине, и часть погибает потом раненые, и часть погибает в ходе. Но, конечно, это экспонент. Наибольшее количество первое до приезда, потом наибольшее количество в первые несколько часов, меньше сутки, и еще меньше дальше. Ну вот, таким образом, вот эта система функционирует, и между травмоцентрами первого и второго уровня находятся травмоцентры третьего уровня, задачи которых, у которых есть зоны дорожной ответственности, они туда выезжают, оказывается, но они не имеют права вести к себе. Они должны вести либо к травмоцентр второго, либо первого уровня, в зависимости от того, что ближе и куда удобнее осуществить эвакуацию. Вот эта система, когда для оказания помощи при травме требуются все специалисты, по сути дела, ну, представьте себе, мы держим круглосуточно специалистов вор, специалистов нейрохирургов, теракальных хирургов, сосудистских хирургов, урологов и так далее, и так далее, а у нас сколько шоков это было? Вот шоков, у нас приблизительно 400 на миллион жителей. 400 на миллион жителей. Но это у нас. В мире где-то 200 на миллион жителей. Значит, а что такое 400? Это значит, ну, один с небольшим дней. Если у нас фромоцент будет, а он по всем мире формируется на 1 на миллион жителей, значит, получится, что у нас, ну, один с небольшим будет шоков в день. Но пусть еще будут по факту сбитых еще в два раза больше, ну, всего будет два-три в день, и мы всю... Сколько из них понадобится лора, а сколько оттальмолога? Единиц. И как же, как же, друзья? С одной стороны, нам нужны все специалисты, потому что в любой момент может необходима им помощь, а с другой стороны, 90% времени все специалисты будут стоять без дела, и получится, что они, их не удержать в готовности. Их не удержать в готовности. Если человек не загружен работой, я вас уверяю, в какое-то время он начинает смотреть на больного как на неудобство. Вот он сидел, сидел, лежал, лежал, и тут пришли. Понимаете? И только тот, кто постоянно работает, тот понимает, что это нормально. Пойдемте, я вас посмотрю, и так... Поэтому, по сути дела, мы понимаем, что там, где мы сосредотачиваем оказание помощи при сочетанной травме, надо сосредотачивать обязательно все остальные виды помощи, чтобы загрузить этих специалистов. То есть, это еще один мотив для того, чтобы формировать крупные узлы оказания экстренной помощи. Там должны быть все специалисты, которые работают как бы по своему направлению, и плюс, они готовы в любой момент оказать помощь при сочетанной травме. То есть, там должны быть и кардиологи, интервенционисты, и достаточное количество и патологов, и лоры, и фальмологи, и все, 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 все. Вот, и для того, чтобы такие центры организовывать, весь мир пошел по пути создания отделений, стационарных отделений скорой помощи, которые устроены определенные могут. по сути дела, это, знаете, как, где-то у меня даже есть там картинка, эволюция от обезьян и человека, когда постепенно он выпрямляется. Вот, приблизительно так же разбивались эти отделения в течение там последних столет, когда просто комнатки, стульочки и с возможностью записать ровнал и телефон, да, это превратилось в современное специализированное такое подразделение, которое с одной стороны позволяет быстро ставить диагноз в человеческом условии, с пониманием того, с той стрессовой ситуацией, в которой находится больной и в родстве, с возможностью привлечения любых специалистов, с возможностью отпустить тех, у кого нет парфологического субстрата для дальнейшего лечения, а это можно сделать только в том случае, если у вас все диагностические технологии работают круглосуточно, и вы тот диагноз, который в обычном персонале отставится неделю и поставите за два часа. Когда-то простейший пример очередного взрыва и травм. Вот если больной пришел к вам и сказал, что он упал, вы спросите его вытерянку, он скажет, да, нам короткое время потеряться в ней. Ваш диагноз, и когда не едете, будет сотрясение головного мозга. Ибо, если у вас нет круглосуточного компьютерного томографа, вы его должны держать семь дней по протоколу, потому что вы должны посмотреть, что у него ничего не натечет в голову и не возникнет в последующем посттравматической гемотомы, которая разовьется, вызовет тяжелый неврологический дефицит, линейный смех. А если у вас есть компьютерная томография, то максимум сутки, если он был не трезвый и вы же не до конца верите, насколько он прояснится. Вот что такое эта технология. То есть эта технология позволяет освободить все последующие этапы от тем больным, которые не нуждаются в госпитализации, а по сути дела, когда мы больного госпитализируем без показаний, мы у себя, как у налогоплательщика, мы им отдаем гостиничную службу, просто гостиничную службу, помещаемся на место, мы им не делать лучше, потому что им лучше молодоза. Мы ставим под угрозу у них назокомиальное отсеменение, мы теряем время в том случае, если там действительно серьезный патологический процесс, и мы ведем дискларификации специалистов, те, которые работают в центре, потому что если нейрохирургу с улицы пласят сотрясение, то у него 90% будет сотрясение, и вместо того, чтобы заниматься нейрохирургией, он будет только писать и в дневнике, и выписывать. Вот что такое. Поэтому весь мир пошел в пути создания специализированных отделений. Вот этот слайд я специально показываю, потому что у нас принято так, что на дуэспитальном этапе у нас врачей-учей практике а в стационаре это специалисты, а наиболее тяжелую категорию больных они лечат совместно с реймонологией. Да, их меньше, но они требуют гораздо больше ресурсов. Так вот, весь мир по счету в пути того, что наиболее легкую категорию на самом начальном гадании он оставляет у себя. Это не просто приемное отделение, которое регистрация, санобработка, а он оставляет у себя для того, чтобы максимально как бы облегчить работу последующим специалистам, а с другой стороны оказать помощь в нужные сроки в виде больных. Таким образом появились эти. Ну и я хочу сказать, что в этом мире честно говоря, если, ну в всяком случае я не беру весь мир, конечно, потому что это Европа, Америка, Пункции, и так далее. Значит, организованы эти отделения, и если люди не видят таких отделений в городе, они с кругом, они опасаются. Вот, так сказать, каким образом у вас организована скорая помощь? Если они не имеют emergency, emergency, вы знаете, вот если вы посмотрите новости, да, где бы ни показывали, что случилось, всегда показывают госпитал и большая надпись emergency. это вот это отделение. И весь город знает, что в эту точку можно приехать любой, ему будет оказана помощь по той схеме, как это принято в мире. Я бы хочу сказать, что где-то в начале 90-х годов, даже до середины 90-х годов, у иностранцев, которые приезжали в Петербург, было написано, что ближайший пункт оказания помощи это есть. Поэтому на сегодняшний день совершенно точно, я хочу сказать, да, кстати, я забыл сказать, что, когда в 2007 году появилась система оказания помощи при дорожных транспортных происшествиях, для меня сразу стало понятно, что в 1957 году появились первые шкорговые бригады, прошли те же 50 лет и в 1957 году это стало государственной политикой. Понимаете? Значит, вот, я думаю, когда же у нас станет понятно, что эти отделения должны быть везти. На сегодняшний день мы должны сделать где-то такое отделение на миллион жителей. Это 140 отделений нам таких нужно сделать, там, где больницы больше 400 в крое, где более 50 человек в день поступает, потому что ради 10 человек нет смысла грабить весь этот дворец диагностиков, потому что их проще разнести по диагностическим технологиям и по этажам, чем все это организовывать здесь, которые будут в большинство в моем времени стоять. Поэтому вот эти условия должны быть. И я вам хочу сказать, что вот я специально показываю Рустаму Галичу Мениханову, это президент Татарстана, который молодец. Первый сделал такие отделения вначале в набережной Челнах, вот эта фотография, потом в республиканской клинической больнице, потом в седьмой больнице в Казани, и сейчас Татарстан, потом об Абекинске, и по сути дела Татарстан приведен к универсиале, был приведен к международному состоянию Казани медицинской помощи и медицинской безопасности в этом мире. Нужно сказать, что сейчас у нас задача в одиннадцати городах, которые в восемнадцатом году будут принимать чемпионат мира по футболу, сделать такую же систему. И сейчас строят такое отделение, уже Краснотар построил, строят Демидеринбург, строят на границе между областной и сороковой больницей, Владивосток, двадцать пятая больница Волгограда, три больницы в Петербурге имеется, Елизаветинская, Александровская, РФ, 26-я, создают уже проекты сделанные, группы пристройки таких отделений. Институт Жен-Линзы, потому что было такое отделение развернуто там первое, конечно, в стране, но оно было приспособлено к помещениям, и желтая зона совершенно не соответствовала и не соответствовала тем параметам, которые должны быть. То есть, я убежден, что, конечно, это абсолютная необходимость, и, может быть, сейчас как раз вам покажу, как должно быть устроено это отделение, и думаю, что где-то мы к этому времени завершим нашу лекцию. Итак, если мы посмотрим на подлоге, то, значит, вот если возьмем подлог, то он делится как светофор на красный, желтый, зеленый. Это экстренные больные. Зеленые, их две трети, это те, которые, в принципе, могут сами ходить. Это если, ну, скажем, была обычная колика, но вот сейчас будет полегче. Да? Или было, был, так сказать, какие-то боли за грудиной, но сейчас все прошло. или, скажем, это больные, у которых, ну, кашель, или подозрение, там, нет, вратхи, может быть, там будет и пневмония, непонятно. Но это больные, которые, прежде всего, могут сами ходить, им нужно, чтобы их осмотрел хорошо врач, были обследованы, и это можно сделать в течение, ну, нескольких часов, только для них нужно создать приличный условие. Это должен быть кресло, как, по сути дела, это зал и аэрокорты. Это кресло, телевизор, возможность сидеть с родственником, достаточное количество удобных чистых туалетов, возможность позвонить, автомат свободен, и смотровые, и вся диагностическая линейка, вот что такое зеленый поток. Желтый поток, это те, которые ключевой момент не могут сами ходить. Ключевой момент. И, значит, для них они не реанимационные, но в то же время и зеленые, имеются в виду неходящие. Значит, это что? Перелом лодынишки, это может быть точная корика, до которой не купировалась, и она болит, и невозможно, он должен лежать. Это может быть гипотоничный кризис, это может быть кишечная корика, или аппетитный вопрос, это может быть устро-кишечная, не проходивший вопрос. Ну, это категория больных. Их нужно положить, и не ждать, что они будут ходить по кабинету. К ним возле все прийти. Ключевой момент. К ним возле все прийти. И только рентгенную, компьютерную томографию, мы их везем на каталог. И красный поток не будет для лица. Это когда с первых минут нужна респираторная поддержка, инфузионная терапия, и вот, по сути дела, характеристика этих потоков, и как же это устроено? Итак, как должно быть устроено современный прием экстренных больных? Вот к этому, к этому мир пришел, как приблизительно в эволюции мы пришли к потовой холосту. мы возьмем любые виды и классы неводных, но у всех будет ротовая полость, в которой будет механизм измельчения, уложнения, оценки того, что что-то надо выплюнуть, что-то можно быстро проглотить. Понимаете? Это вот прием больных. А специализированное отделение это органы. Так вот, если мы этого не имеем, то мы уподобляемся человеку, у которого воротка и газокистамина. Но тогда, чтобы этим пользоваться, нам надо на госпитальном этапе гипертрофировать сквозь помощь. И использовать ее и для обследования, и так далее. И все равно мы полноценно этой жизнью назовем. Таким образом, вот четыре блока должно быть в этом отделении. Первый должен быть удобно подъезд и транспорт. Потому что, если мы сейчас посмотрим 90% подобных подъездов в России, это козырек на одну машину в лучшем случае, либо козырек или просто подъезд в двери, где будет обязательно порой. И дальше мы попадаем никуда. В темный коридор, в котором будут звать «где у нас раньше». Вот как устроены в мире эти транспортные годы. Я вам хочу сказать, что вот у нас сейчас мы сделали отделение, в их университете, вы можете сказать, вот именно такое сделано транспортное год. Дальше зал ожидания для зеленого подроба. Вы идете во всем мире. Оно так и называется. Это, там может быть, в Швеции, это в Германии, это в Эстонии. Вы видите, что они везде одинаковые. Они везде одинаковые. Казалось бы, ну проще простого. Но найдите у нас в больницах, что были такие залоги. Они будут сидеть вдоль стеночки в темном территории. Причем потом их разведут по общей смотровой, где они будут хирургически лежать вместе и шок, и палец, скорее всего. Терапевтически будут лежать вместе и бронхит, и кардиогенный шок, и так далее. В лучшем случае они ассортируются. А там это постоянный простор. Ну вот это в Соединенных Штатов в Чикаго. Ну что, ну видите, выйдет, ну все чуть поканчивается. Но все на же самое. Главное, чтобы он кресло, телевизор, работающий на обычном канале. Потому что мы понимаем, что психологический статус поступившего это стресс. Он не знает, что с ним будет. Его родственники не знают, что с ним будет. А если это происходит еще в кровавой тишине в молчании, и взгляда друг на друга, то они на второй минуте начинают спрашивать, почему нам никто не подходит. А если работает телевизор, они сели, они заняты. Я, я вам честно хочу сказать, что вот этот синдром телевизора я испытывал много раз. То есть, по сути дела, у нас, ну, если выходит компьютер-томограф из строя, это ЧП. Потому что мы проваливаемся по многим патологиям на уровень центральной районной больницы. Я вас проверяю. для этого деления если гаснет телевизор, это ЧП. Технология должна быть быстро восстановлена. Ну, вот это вытянутую телевизор, видите, все то же самое. Дальше, осмотр человека вот из зеленой зоны, он должен быть индивидуальным. Если мы к человеку относимся как к личности и не должны его смотреть в общем заднете, он не должен нам рассказывать интимные подробности своей жизни, присутствия окружающих, людей, больных, них родственников. Для этого создаются смотровые. Простейшие. Кушет, туфач, стул. Но это должно быть. И количество этих смотровых достаточно такое, чтобы оно достаточно было говорить вот тот поток, который сюда входит. Над ними, как правило, должен быть лампочка. Если лампочка горит, смотровая занята. Если лампочка погасла, значит смотровая свободна. И врач берет замок больного и ее смотрит в такого больного смотрового. Ну, вот это что-то необычное. Это требуется 50 лет. Чтобы мы это осознали. Я вас уверяю, что если мы приводим иностранца в больницу и рассказываем как мы ставим поэлли, как мы делаем металлосполярное решательство, как мы оперируем трансназальным доступом хиазмы и что вы хотите в гипофизарную зону, а при этом он выходит и видит у нас наше приемное отделение, у него ощущение, как бы мы привели к себе домой. Человек рассказывает, какие у нас картины здесь, вот здесь Милиджия, здесь там Ивана, да, а при этом он повели в туалет то есть технология приема больного это такой же маркер, как кладбище в стране. Уровень культуры, уровень культуры и отношения к личности и ценно-человеческой жизни. Ну, дальше я покажу желтую зону, желтую зону, простейшая желтая зону, это история. В Катангах панель жизнеобеспечения через одну, через одну кабинку, простой вонитор, это тогда, когда у нас есть больные, не могут ходить, но могут находиться несколько часов, при этом их будет гаднется, их будет оказать помощь, позвонить и все, что необходимо, синдромальная помощь, пока мы не поставим точный нозологический диагноз. Вот как это сделано, видите, койки продумированы, возле каждой койки, вы видите, камера видеонаблюдения, для того, чтобы записать, как использовалось время пребывания больного на этой койке, когда подошли, когда взяли кровь, когда сделали ЭКГ, когда посмотрел УЗИ, понимаете, это все, и не дай бог, будет печальный срок, на завтра, по минутам, все, просмотрим, причем просмотрим, если будет печальный срок, и пожалуйста, это будет осмотрено не только внутренним коллегиальным разбором, а это вполне может оказаться на заседании суда в качестве доказательств, адекватности или недокладности оказания помощи. вот эти больные, которые находятся здесь на суток, вот работа с информационной системой, которая, ну, сейчас это практически у нас работает информационная система, понятно, что это сейчас обычная ситуация, и вот красная зона, что такое зона красной? Обычный информационный вопрос, мы видим стол, где можно посмотреть все результаты а дальше это койка реанимации, которых у нас четыре. Вот их четыре койки реанимации, где зачем у нас делать зелье реанимации, если у нас, допустим, пять реанимаций в больнице? Потому что в каждой реанимации, на каждой койке лежит больной, в котором расписано суточная программа. И эту программу надо жестко, по минутам реализовывать. И если появляется новый больной, и мы его, не дай бог, завезем в туре реанимации, то мы срываем программу лечения всех, кто там находится. Для этого вот этот пост выносится сюда, и это, и это, так сказать, общемировой устройство. Отдельно только шоковый зал, там, где может сочетаться с хирургическими решательствами для травматического шока. То есть он, вы видите здесь, он сделан, поскольку это не травматизм, здесь сделана вот такая переговорка, которая койку может раздвинуться и закрыть. И там будет все, что необходимо, ля-брацентез, и функция, и так далее. И сердечно-регочная реанимация, которая, ну, как бы, желательно не проводить рядом с рядом находящимся больным, если он создать. Вот что такое, вот это шок-рунг, вот что такое сегодняшняя организация такого отделения. И я убежден, что, конечно же, я пользуюсь моментом, для того, чтобы вы понимали, и тогда, когда вы приходите в больницу, где существуются приемы больных по скорой помощи, и не видите вот такого устройства, вы должны понимать, что это ненормально. Это говорит о том, что мы еще, конечно, причисляем себя к развитому сообществу, но по отдельным показателям должны еще довенять ерунду. И я убежден, что благодаря тому, что наши молодые ученые, как правило, становятся самыми приятелями медицины в мире, я думаю, что нам придется ждать 50 лет. Спасибо. Спасибо.